Тишина, гармония и спокойствие, но все это моментально рушится, когда начинается охота. Всем привет, ребята! Вы на канале SoberVision. Сегодня я покажу вам, как разрослась моя колония африканских гигантов, компонотус филах. И посмотрим охоту этих красавцев на туркменского таракана. В конце я расскажу вам интересные новости, которые связаны абсолютно со всеми моими колониями. Итак, друзья, с момента последнего видео, где я рассказывал об этих муравьях, прошло не так много времени, и тем не менее, колония сильно прибавила в своем развитии. Вот как она выглядела совсем недавно. И вот так она выглядит сейчас. Вы видите, что забиты почти все камеры гнезда, которые находятся сзади, и муравьи постепенно начинают заполнять боковые камеры. Насчет передних сказать сложно, будут ли они там жить или нет. Этот формикарий стоит возле стены, и в принципе сзади создается область тени. Муравьи привыкли, что в гнезде, как и в настоящей природе, света практически нет. Поэтому вряд ли они воспримут передние камеры, как место, где нужно жить. Расплод у филахов продолжает храниться не в одном месте. В основном муравьи держат личинки в более влажных гипсовых камерах, ну а коконы в более сухих, деревянных. В колонии активно появляются новые и новые рабочие. Вначале, как и у многих муравьев, появляются совсем светлые муравьи. И они какие-то беспомощные, и лишь со временем они темнеют и становятся более смелые. Посмотрите, как сородичи помогают вызволиться недавно появившемуся муравью из завалов коконов. Появляется много солдат. Коконы, в которых формируются солдаты, просто гигантские. Причем у некоторых солдат голова и челюсти такие огромные, что они явно больше, чем у матки, которая у филахов совсем не малышка. Солдаты продолжают выполнять две основные функции. Первая – это охрана гнезда. И вторая – это хранение пищи, которая в период голодания активно используется всеми членами колонии. Я думаю, вы помните видео под названием «Муравьиный релакс». В этом сюжете я кормил филахов сиропом под спокойную музыку. И были комментарии о том, какие же спокойные эти африканские гиганты. Как расслабляет наблюдение за ними. Сегодня мы будем развеивать этот миф. Посмотрите на арену. Все очень тихо и спокойно. Муравьи неспешно бегают в поисках пищи. Они изучают окружающую среду. Но все меняется в один миг, когда на арене появляется кормовой объект. Колония моментально оживает. На арену высыпает целая толпа рабочих. И, конечно, к сражению подключаются солдаты. Для того, чтобы в полу охоты муравьи не выпрыгнули из арены, я закрыл верхнюю крышку. И только потом я понял, что сделал это зря. Но об этом позже. Муравьи, ведомые инстинктами, все больше и больше нападали на свою жертву. Чем же они атакуют таракана? В первую очередь, челюстями. Тут главную роль выполняют солдаты, которые обладают массивной головой с огромными, мощными челюстями. Не отстают от них и рабочие, которые смело пускают в ход это оружие. Второе, что используют муравьи для поражения своего противника, это кислота, которую муравьи выпрыскивают на противника, поджав брюшко. Я не ожидал, что кислоты будет настолько много. Когда в процессе охоты я все же решил открыть крышку, чтобы сделать пару кадров сверху, я просто был в шоке. С арены пошел ужасающий кислотный запах, который моментально вызвал резь в глазах и очень неприятные ощущения в дыхательном тракте. Пришлось даже открывать окно и проветривать комнату. А тем временем таракан выбился из сил. Ему оторвали часть конечностей. Кроме этого, он был сильно поражен муравьиной кислотой. Этим сразу же воспользовались муравьи, которые с помощью челюстей продолжали атаковать жертву. На этом активная фаза охоты закончилась. Таракана загнали в траву, где его держали несколько муравьев и постепенно транспортировали в сторону входа в гнездо. Причем делали это они настолько неспешно, что в процессе доставки таракана в гнездо они успевали им перекусить. Можно отметить одну особенность. Солдаты участвуют в доставке жертв в гнездо, однако в процессе поедания активного участия не принимают. Это делают рабочие, которые в дальнейшем передают пищу остальной колонии при помощи трофалаксиса. В дальнейшем эта пища используется для кормления матки, расплода, а также передается на хранение солдатам-бочкам, ну и распределяется между остальными членами колонии. Тем временем я не увидел на арене таракана. Куда же он мог деться? Неужели они уже затащили его в гнездо? Но, посмотрев повнимательнее, мы можем найти его за деревянной частью гнезда, где вовсю идет пир. Через некоторое время таракана все же затащили в гнездо, где рабочие продолжили активное поедание таракана. После окончания трапезы, остатки пищи, твердый хитин, муравьи выносят на мусорку. Это чаще всего самый дальний угол на арене. Как и обещал, в конце ролика я расскажу, что с моими колониями. А все мои колонии сейчас переехали на канал Мурашки. Автор канала любезно согласился поухаживать за ними и поснимать для вас ролики про эти колонии, пока я буду в диапаузе. Так что подписывайтесь на его канал и следите за нашими муравьями. Ссылка будет в описании и в конце видео. Ну а мы с вами прощаемся. Как только диапауза закончится, вы увидите в своей новостной ленте оповещение о новом видео. Поэтому не забудьте нажать колокольчик. Всем хорошего летнего времяпрепровождения. Спасибо, что остаетесь с нами. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если этого вы еще не сделали. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!